Здравствуйте, уважаемые друзья! Хочу предложить вашему вниманию вариант мокрой мушки из семейства Тенкара. Довольно-таки уловистая, изготовлена была тоже на скорую руку, но в то же время отрекомендовала себя очень хорошо. Для изготовления нам понадобится перышко куропатки, обязательно, или же подходящее перышко можно взять с курицы. Вместе я немножко буду изготавливать нетрадиционно, пусть меня родоначальники простят. В районе крепления крылышек я закрепляю перо павлина, и здесь же я креплю вот такое перышко куропатки. Прихватили, остатки отрезали. Вместе крепления пера я сделаю небольшую как головку из перьев павлина. Вот такой своеобразный бортик. Немножечко наклоняю перо и перехожу за само перо. Делаю парочку оборотов за пером. Так как мне перо будет в дальнейшем немножко мешать, я его закреплю. Отведу немножко в сторонку. И здесь же мы с вами выполним, сколько позволит длина наших бородок. Сделаем опушечку. Сделаем опушечку. Вот у меня вышло почти 4 оборота, я здесь креплю перо и остатки отрезаю. Убрали. Теперь все бородочки я направляю вперед и в этом месте подхвачу еще раз, чтобы мне перо не мешало в дальнейшей работе. И оставляем так. Также перевожу перо павлина, здесь же его прихватываю и оставляю. И теперь для формирования моего тела я буду использовать остатки. Вот такой силиконовой резиночки, которую очень хорошо себя зарекомендовало. Креплю я ее здесь же на месте крепления нашего пера. Подхватили, подтянули и в натяжечку я ее прихватываю аж до самого загиба. Стараемся не перерезать. Эта силиконовая резиночка мне понадобится в качестве сегментирования тела. Так как мушка наша будет мокрая, мы ее будем изготавливать из остатков даббинга песца. Можно использовать кролика, можно использовать любой даббинг, который будет намокать при попадании в воду. То есть первое время она будет, как говорится, держаться у нас на плаву, но через определенный промежуток времени, после намокания, она у нас начнет потихонечку тонуть. Ну, при забросах, проветривая ее, спокойно можно опять ее заставить, чтобы она была у нас сухой. Я беру теперь остатки даббинга, которые у меня есть под шерстка. И стараюсь тоненькой даббинговой веревочкой сформировать свое тело. У загиба немножечко потоньше, а к основанию мы уже придадим небольшое утолщение. Повторю, сколько мы их не вязали, всегда считали, как говорится, своим. Изобретением. Но оказывается, у японцев целая, целая школа изготовления таких мушек. И теперь двигаемся к сторону нашей грудки. Следим за тем, чтобы толщина нашей нити соответствовала тому телу, которое мы с вами формируем. Доходим до крепления наших крылышек и здесь останавливаемся. Теперь вот такая лохматость пусть остается. Она даже очень хорошо действует на нашу рыбку. Я поставлю как мне удобно будет крючок. И равными оборотами следим за тем, чтобы это было красиво. У колечка, у загиба вернее, я делаю полный оборот. И дальше равными, не сильно натягивая так, чтобы проступал в наших промежутках хорошо мех. Даббинг наш. Выполняем вот такую обмоточку. На рыбу магически действует. Уже проверено. Желтое с черным. Поэтому я использую остатки своей силиконовой резиночки. Вот такого слегка желтого цвета. Промотали. И остаточки отрезали. Для того, чтобы была симпатичная наша дальше мушка, я делаю следующую операцию. Не армирую. И делаю хорошую пышную грудку у нашей личинки. Придется намочить вот так, да. И дойдя до места крепления крыльев в этом месте, для того, чтобы не делать много оборотов, я возьму, промажу нить клеем и сделаю завершающий узел. Буквально парочка оборотов будет вполне достаточно, для того, чтобы закрепилось все у нас здесь. Так, раз, два. И вот такая симпатичная наша мушка. Мокрая мушечка. Повторю, довольно-таки уловистая. Уже готова. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Продолжение следует...